ЕСПЧ. Мне кажется, что это самая главная новость. Несколько лет заняла тяжба в ЕСПЧ, в Европейской Депо права человека по поводу решения, которое вынес российский суд по делу Ифраше, так называемого делу Ифраше, по которому в настоящий момент продолжает сидеть Олег Навальный, брат Алексея Навального, по которому осужден был незаконно Алексей Навальный, и решение было в пользу братьев Навальных вынесено. Ну, на самом деле, это же, по большому счету, каждому здравомыслящему человеку было очевидно. Все люди, которые наблюдали за процессом, все люди, которые следили за ходом этого дела, о том, как было обжалование, как происходило, какие доводы приводила страна обвинения, всем было сразу ясно, что дело полностью сфабриковано и сделано для оказания давления на Алексея, причем самым мерзким образом, через его брата. Для очернения, для того, чтобы Алексей Навальный не мог вести свою избирательную кампанию, не мог высказывать свое мнение по актуальным темам, не мог участвовать во внутренней политике, постоянно завлекать его в эти суды, постоянно оттягивать его время, ресурсы, деньги, которые он тратит на адвокатов, на поездки в эти суды. И придумываются все эти бесконечные судебные тяжбы. Сейчас вот эти уголовные дела были, потом административные, и все это бесконечно судебные волокиты сделали для того, чтобы человека просто убрать из политического процесса, заставить сидеть безвылазно в судах и спецприемников, оказывать политическое и моральное, физическое, психологическое давление на него и членов его семьи. И, естественно, российские суды сейчас находятся в таком состоянии, что добиться правосудия в них нереально. Конечно, не только политическим активистам, но вообще обычным даже людям. Поэтому единственная инстанция, которая может каким-то образом вынести справедливое решение, сейчас является Европейский суд правом человека. Именно об этом, именно поэтому наших властей этой судебной инстанции так сильно раздражает, и поэтому они пытаются постоянно сказать что-то противовес ей, сказать, что вот мы не будем это исполнять, или мы сейчас, и вот эта вот вся история с Матвиенко недавно высказывалась по поводу ЕСПЧ, она постоянно продолжается. Потому что сейчас вот Европейский суд правом человека очередной раз показал, что российская судебная система – это никакая не судебная система, это какое-то судилище, которое устроено в нашей стране. И суд признал нарушенную шестую статью Конвенции право на справедливое судебное разбирательство и седьмую статью, в которой говоришь, наказание должно быть вынесено исключительно на основании закона. То есть фактически это означает, что наказание было вынесено по делу, где не было никакого состава преступления. Да, ну и что сейчас будет делаться дальше? То есть теперь Верховный суд будет обжаловаться. В течение трех месяцев, насколько я понимаю, у Верховного суда есть этот срок, чтобы они сказали, что они будут обжаловать это решение. И через три месяца нас что ждет? Очередной процесс? Нас ждет бесконечная судебная история в России. Естественно, сейчас мы посмотрим, как будет российский Верховный суд реагировать на решение ЕСПЧ. Но сейчас уже международная инстанция, которая легитимна, которую признают во всем мире, которая выносит справедливое решение, она как раз вынесла свое решение. И оно может быть только исполнено. И мы надеемся, что оно будет исполнено, компенсация будет выплачена. И я надеюсь, что вот это каким-то образом хотя бы влияет, хотя бы вот эти международные инстанции могут повлиять на дальнейшие судебные процессы, которые постоянно идут в отношении политических активистов в нашей стране. Ну вот для меня эта история, ну мне было, я говорю еще раз, изначально очевидно, что дело сфабриковано, но для меня самое такое тяжелое, самое прям вот чувство, то что почти три года Олег Навальный сидит в тюрьме из-за сфабрикованного дела. И... То, что из-за того, что его брат говорит правду. Это да. И вот вы должны понимать, как-то там... Ну это еще было сделано, чтобы Олега посадить, и с помощью Олега Навального оказывать на брата давление. Мол, вот мы сейчас... Ты будешь делать свои расследования, а на брата будут давить. И Алексей сам рассказывал, что Олег ему сказал, только попробуй остановиться, только попробуй работать меньше, чем ты работал, и делать меньше, чем ты делал. И Алексей, как мы все видим, за эти три года ни разу даже не остановился, а только идет, идет, идет вперед. И вот пример всем, наверное, пример и мужества, и пример такой самодачи и работоспособности. Так же, друзья, уж нам-то сидеть сложа руки точно нельзя. Я думаю, что нужно посмотреть небольшой отрывок из видео Киры Ярмаш, пресс-секретаря фонной борьбы с коррупцией Алексея Навального, который как раз выпустил по поводу этого решения СПЧ видеоролик на основном канале Навальный. Мы посмотрим не весь видеоролик, вы его всегда можете сами найти в Ютубе, а небольшой отрывок, где Кира прекрасно объясняет суть этого решения. Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Евроше. ЕСПЧ признал, что судебное разбирательство в отношении Навальных было несправедливым, а также, это главное, что их вообще осудили за действия, которые не являются преступлением. Я очень хорошо помню, как начинался процесс по делу Евроше. Я тогда пришла только работать в фонд борьбы с коррупцией. Алексей сидел под домашним арестом, и я впервые увидела его как раз в суде. 1 августа 2014 года был мой первый рабочий день. И в этот же день было первое заседание. В следующие 5 месяцев я ходила в замоскворецкий суд с такой частотой, как будто я устроилась работать туда. В другом своем видео я уже говорила, что до прихода ФБК никогда не сталкивалась с российской судебной системой. То есть вы можете себе представить, под каким я была впечатлением, когда я с первого же дня попала на такой процесс. Вообще это очень странное ощущение. Выступают свидетели обвинения, и все говорят, что никаких претензий у них к Навальному нет. Сотрудничество с Олегом приносило им только выгоду. Расторгнут договор они могли в любой момент, но не делали этого, потому что их все устраивало. То есть мне всегда казалось, что свидетели обвинения должны быть настроены как-то более враждебно. И я все ждала подвоха. Но когда уже финансовый директор Евроше заявил в суде, что ущерба у них не было, и претензий нет, я окончательно перестала понимать, почему прокуроры и судья сидят с такими равнодушными лицами. То есть, ну вот же, прямо на наших глазах люди говорят, что преступления не было. Какой у прокуратуры может быть выход? Ведь у них все обвинение развалилось. Ну, потом оказалось, что в российском суде обвинение не разваливается. Если в деле нет потерпевших, в нем все равно есть следствие, а следствию виднее. Сказали, был ущерб, значит был. А то, что ты, финансовый директор, его у себя не видишь, никого не интересует. Я тогда еще не была готова к тому, что в российских судах так можно, и это меня прямо поразило. И поэтому сейчас мне кажется особенно важным, что ИСПЧ признал, Алексей и Олега осудили за действия, которые вообще не являются нарушением закона. Абсурдное дело Ивраше, в котором не было потерпевших, не было ущерба, сфабриковано от начала до конца. Это, естественно, не отменяет того, что Алексей просидел год под домашним арестом. И тем более не отменяет трех лет, которые Олег провел в тюрьме без малейшей вины. Этого не восполнишь никакими решениями судов. Но, тем не менее, это означает, что правда всегда была на нашей стороне. Дело Ивраше с самого начала возникло только для того, чтобы помешать Алексею заниматься его антикоррупционной и политической деятельностью. Ну вот, все эти судебные процессы, конечно, Ивраше не относился к тому судебному процессу, который, по мнению кого-то может помешать Алексею Навальному участвовать в выборах. Он конкретно направлен на то, чтобы его запугать и оказать давление. Но где-то в Кремле все время говорят, мы не пустим Навального на выборы. Причем они реально говорят, что мы не пустим в Кремле, сидя, а не то, что люди как-то должны решать или какие-то законы. Тут недавно Памфилова, глава ЦИК, заявила какую-то неведомую фигню. Неведомую фигню, давай я даже прочитаю цитату. Я, конечно, естественно слышала неведомую фигню, которую заявил глава ЦИК. Господин Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы. Вот пройдет этот срок десятилетний где-то в 28-м году плюс 5 месяцев, он вполне сможет баллотироваться. Ну, типа Навальный такой молодой, перспективный политик, пусть вот там вот через 10 лет где-то заявляет свои президентские амбиции. Мне удивляет, почему Элла Памфилова игнорирует тот факт, что сейчас в Конституции Российской Федерации указано, что гражданин, которому уже есть 35 лет, может баллотироваться на пост президента страны. Потому что Памфилова до 28-го года сидеть собралась, что ли? Он говорит, пока я буду сидеть, Навальный не будет. Так что, не-не-не, Памфилов, нам не надо, чтобы у нас какие-то такие посты занимали еще и так долго. Надо менять Памфилову и надо менять президента. Я надеюсь, все эти заявления никто не читал во Франции или в Канаде. Наверное, если бы они их прочитали, наверное, они бы смеялись в голос, потому что все знают Макрон и все знают других прекрасных молодых политиков, которые являются лидерами стран, лидерами на международной арене. И поэтому никого не удивляет, что они не в возрасте 70 лет выражают свои президентские амбиции, а в возрасте, который положен по основному закону какой-то конкретной страны. Слушай, это правильно, любовь к старшим. Вот в Советском Союзе, как воспитали людей, любовь и уважение к старшим. Нет, любовь и уважение к старшим – это прекрасно. Но опять же, давайте тогда посмотрим на Конституцию. Запишите там сразу, что пока Элла Памфилова не разрешит своим, не примет решение, что можно, вот сейчас можно, пора, идите подавайте заявление. Во-вторых, мне, конечно, это все удивляет, кроме шуток, то, что Памфилова, она, конечно, председатель ЦИК, но решение принимает комиссия. Это же Центральная избирательная комиссия. Ее голос находится наравне с другими членами избирательной комиссии. Когда Памфилова говорит, что «а я никогда не допущу тогда нового, простите, а что делает вся остальная комиссия, если решение принимает с друг Памфиловой?» Но на самом деле даже и не ей. Я думаю, далеко не Памфилова принимает решение. Как думаешь, ей в папочке приносят или смс-ка? Я думаю, Памфилова достаточно опытная женщина, которая разбирается в политике, улавливает все сигналы сверху, которые идут, и не нужно никакой папочке проносить, просто видно, что нужно, пора, нужно выйти с умей и как-то заклеймить очередной основанием. Не заниматься конкретными делами, настраивать нормальную систему видеонаблюдения, или заниматься какими-то расследованиями жалоб и фальсификацией, которые проходят на региональных и муниципальных уровнях, на уровнях, которых шквал просто идет по стране в каждую выбранную кампанию. Нет, нужно вот как-то отместиться в СМИ и сказать, что в Кремле, чтобы увидели, что «нет-нет-нет, нет, я вот все соблюдаю, я никого никуда не пущу, пока вы мне не дойдите отмашу». Такой товарищ начальник, я все помню, все вижу. Да, примерно так. Кстати, это вот такое пренебрежение, ведь они четко в Кремле решили, что именно где-то там в кулуарах решается, кто будет допущен, кто нет. Какие срока получают люди по политическим делам? Как отжимать какие-то кампании? Выпускать или не выпускать каких-то очередных коррупционеров? Какой губернатор сядет, какой останется, кого нового назначат? И все это происходит буквально в двух-трех кабинетах в стране. И это, наверное, какой-то призер... Кремль презирает народ. Про Кремль презирает народ у меня есть прекрасное видео, которое я подготовила специально для вас, зрители, канал Навальный Лайв. Давайте сейчас его посмотрим. Я считаю, что тот губернатор или тот чиновник, который пытается ограничить право выбора человека, не любит и не верит в людей, с которыми он работает. Вот это абсолютно принципиальная позиция для каждого человека. Или ты веришь в людей, и тогда ты даешь им возможность выбирать, говоря им свою позицию, давая им возможность согласиться с ней или не согласиться. Как только ты пытаешься управлять мнением людей, отбирать, что они должны слышать, а что они не должны слышать, самое главное, что это означает, что ты не веришь в людей. Это значит, что ты презираешь людей. А вот дадим мы себя презирать, дадим мы в себя не верить. Вот насколько они презирают, вот именно в этой формулировке хочу сказать, Как Кириенко когда-то говорил, насколько они презирают наш народ, что они сейчас заранее в Кремле решают за людей, кто может быть кандидатом на выборах президентских, а кто на них быть не может кандидатом. И прекрасно про BBC была недавно публикация, что после нескольких месяцев непубличных консультаций чиновники решили, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован кандидатом. Об этой русской службе BBC сообщил на условиях анонимности собеседник администрации президента. Я надеюсь, что это был собеседник именно Кириенко, который сказал, знаете, я презираю наш народ, и поэтому Алексей Навальный не будет политиком. Сейчас заявления, конечно, постоянно вкидываются, и Памфилова вкидывала их и ранее, и вот сейчас то, что мы обсуждали с Колей в эфире, они постоянно вкидываются для того, чтобы сказать, что нет, ребята, все бесполезно, не надо ничего делать, сложите ручки, не ведите свою избирательную кампанию, не открывайте региональные штабы, не собирайте подписи, не верифицируйте их. Не собирайте пожертвовать в интернете, все бесполезно, мы все равно никого не зарегистрируем, плевать нам на вашу Конституцию. Но мы продолжаем избирательную кампанию вести, потому что наши требования основаны на законе, наши требования основаны на моральном праве Алексея Навального выдвигаться. Человек, который поддерживает огромное количество людей, миллионы людей в нашей стране, он имеет право баллотироваться на главный пост в нашей стране. У него есть программа, у него есть сторонники, живые сторонники, они нарисованы, и он может участвовать в этой президентской гонке. Поэтому все эти сливы, которые идут сейчас через каких-то якобы собеседников Кремля, они не остановят то дело, которым занимаемся все мы, команда Алексея Навального. Продолжение следует...